Добрый вечер, дорогие друзья! Я доктор Жорж Горбатов. Продолжаю учение глав из книги профессора, венского профессора психиатрии, психоаналитика Пауля Шильдера. Книга называется «Очерк психиатрии на психоаналитической основе». Напечатано это произведение. Вначале, естественно, переведено с немецкого на русский и напечатано. Так же, как и перевод, так и за свой счёт она была напечатана одесским психиатром Яковом Моисеевичем Коганом, который создал в 30-е годы библиотечку «Вопросы теории и практики психоанализа». Тем самым, эта библиотечка, можно сказать, она, конечно, была вне конкуренции, но, по крайней мере, вторая по значимости после библиотеки, психологической и психоаналитической библиотеки под редакцией Ивана Дмитриевича Ермакова, которая издавалась с 1922 по 1925 год в Москве. Итак, в данном аудио-видео отрезке я зачитаю вам главу 13 под названием «Эпилепсия». Не надо бояться, слушайте. Интересная, очень интересная глава. Итак, «Эпилепсия». Сейчас я немножко увеличу. Эпилептический эквивалент представляет собой, по-видимому, наиболее пригодный материал для детального ознакомления с психологией эпилепсии. Я вчера вам зачитывал одну статью. Нейроэндокринная или эндокринно-токсическая теория или значение в эпилепсии. Значит, там тоже говорилось о малых приступах. Петитмаль. Значит, эпилептический эквивалент, но эпилептический эквивалент – это несколько иное. это когда человек как бы живёт второй половиной своего мозга. И когда он возвращается в первую свою жизнь или в первую половину, он ничего, абсолютно не помнит, что с ним произошло во время, значит, этого эквивалента или эпилептического автоматизма. Значит, эпилептический эквивалент представляет собой, по-видимому, наиболее пригодный материал для детального ознакомления с психологией эпилепсии. Своему изложению я предпосылаю краткую передачу случая, который был уже описан мной раньше. Речь идёт о состоянии постэпилептической спутанности, которая наступила после участившихся припадков петит-маль, то есть малая, абсенс. Согласно описаниям больной и наблюдениям, которые были сделаны, эпилептический эквивалент представляется в следующем виде. На коне вечером тот отдал газеты, где были напечатаны объявления, показался больной особенно важным вследствие более ясного и более глубокого восприятия. Затем всплыли воспоминания из периода раннего детства. Утром все окружающие её теперь все окружающие её теперь люди напоминали ей людей, которых она знала в детстве. Так, например, фельдшерицу она считала своей прежней подругой. Одну из больных она считала ребёнком своего отца. она находила также в чужих лицах сходство с чертами лица своего отца. Она питала какое-то подозрение против отца, которое она привела в связь со временем его пребывания на военной службе. Затем она подумала, что её мать находится с кем-то в связи. Одновременно с этим она испытала чувство, что она должна умереть, но что её смерть должна быть началом новой жизни. С мыслями о смерти связались представления о грехопадении. Она не обнаруживала никакого страха смерти. У неё было такое чувство, как будто она некогда уже пережила это, как будто она должна испариться, как будто она растворяется. У неё было такое чувство, как будто она должна расплавиться в песке. Она видела перед собой синее-зелёное образование, которое было похоже на сталактитовый столб, на медянку. Она подумала, что это она сама и действительно почувствовала себя в этом образовании. Точно так же она сначала испытывала такое ощущение в языке, что теперь в нём развивается новая жизнь. Она ощущала глубокую трещину в языке, язык двигался при жевании, с этим было связано усиленное дыхание. Она видела какой-то предмет телесного цвета, какую-то завесу в зелёной массе. У неё было чувство, что она ничего не может одолеть. При этом у неё было такое впечатление, как будто она уже где-то видела то, что она сообщила об отце и матери. И что сама она пережила уже всё это. Ей казалось, что во время смерти существует уже побуждение к новой жизни, как будто бы она опять рождается на свет. По окончании сумеречного состояния она твёрдо надеялась, что её состояние будет хорошим. Она была при поднятом настроении и испытывала повышенную любовь к людям. Черты её лица находились в непрерывном движении. Она полагала также, что у неё очень хорошие глаза. Хотя во время самого эпилептического эквивалента внимание пациентки было приковано к её введениям и переживаниям, однако его можно было бы фиксировать на внешнем мире, и пациентка обнаруживала лишь незначительное расстройство восприятия. Это расстройство не выходило за пределы того, что бывает обусловлено отвлечением внимания вовнутрь. Воспоминание было неясно не только в отношении самопроизвольных переживаний и в отношении того, что касается их понимания. Вечером следующего дня, после окончания сумеречного состояния, у больной вновь наступило состояние беспокойства. К ближайшему утру оно прекратилось. Пациентка сообщает об этом состоянии следующее. У неё наступило чувство зуда. Затем как будто начало быстро двигаться что-то в голове. Она была похожа... Это было похоже на мелькание чёрных точек в плохой фильме. Она не могла владеть собой. Бегла взад и вперёд, и кричала. Это было похоже на шум в голове. Что-то как будто пронизывало её тело и внутренности. Она слышала какое-то клокотание. Затем в левой половине туловища появилось ощущение жара. Она подумала, что всё должно воспламениться, что она должна увидеть зарево, как будто она попала в преисподнюю, как будто настал последний день мира. Представление о жаре связывалось с представлением о преисподней. У неё было такое ощущение, как будто столкновение земли вызовет жар и зной. Она думала о солнце и звёздах. У неё опять всплыла детская вера во всемогущество Бога из Библии. Пациентка, будучи ребёнком, была очень религиозна. В настоящее же время она является фанатически свободом мыслящей. Она молилась, слышала в окружающем набожные песни. Всё, что она слышала, присоединялась к представлению о гибели мира. Она считала себя живым доказательством библейских откровений, так как с неё началась гибель мира. В то время, как в левой половине туловища появилось чувство оцепенения, как будто вместо кровяных телец были иголки, впоследствии оцепенелось и исчезло. Кровяные тельца соединились друг с другом и легко накладывались одно на другое. Они превратились в золотые столбики, которые приятно пробегали сквозь жилы. При этом у неё было представление, что если движение молекул станет всё сильнее и сильнее, то возникнет огонь и не будет никакой грязи. У неё сначала наступило чувство силы в левой стороне и затем чувство выздоровления. Утром она почувствовала себя обновлённым человеком, она испытывала сильное стремление двигаться. Пациентка обнаруживает гомосексуальную установку. Она фантазирует об обнажённых девушках. Детальный анализ её переживаний не мог быть предпринят. Как первый, так и второй эпилептический эквивалент изображает идею уничтожения и повторного рождения. Прежде всего гибнет и пробуждается к новой жизни собственный организм. В полном соответствии с этой идеей повторного рождения всплывают мысли и сомнения относительно сексуальных взаимоотношений между родителями. Когда пациентка видит себя в образе синя-зелёного фаулоса, полового члена, сталактитовый столб и превращает язык во влагалище, глубокое расчелина в языке, заражение в нём новой жизни, пациентка воплощает повторное рождение и таким образом, которые изображают и такие рождения, значит, повторное рождение в такие образы, которые изображают собой гении талии, но идёт психоаналитическая символика. Это напоминает о тайных, мистических учениях, что движение языка и глубокое дыхание вызывают зачатие новой жизни. Это глубокая фантазия о повторном рождении, которая изображает новое выхождение из материнской утробы. С этим сумеречным состоянием связана мысль, что больная однажды уже пережила это, то есть типичный дежаву. Этот феномен мог наступить вследствие того, что переживания сумеречного состояния частично покрываются содержанием прежних сумеречных состояний, однако не исключается и другая возможность. Аналитическое толкование сновидений показало, что в сновидении за переживанием «там я уже был когда-то» может скрываться фантазия о материнской утробе. Место, где человек уже был, эта утроба матери может привести феномен дежаву в самую тесную связь с фантазией о повторном рождении. В основе феномена дежаву лежит таким образом фантазия о повторном рождении и о материнской утробе. Можно решить вопрос, не свойственно ли это значение дежаву также и другим случаем дежаву. Известно, что особенно стойкое фаусе реконайне найнце свойственно эпилептическим эквивалентам. И как я могу подчеркнуть уже теперь, я считаю найденное здесь содержание типичным. За это говорит то обстоятельство, что ближайший приступ имеет тоже содержание. Он тоже протекает в двух фазах, однако уничтожение и повторное рождение изображаются здесь в космических образах, и мы имеем в данном случае хорошо известную при шизофрении картину гибели мира, за которой переживается физическое крушение. одновременно с этим оживают представления, проистекающие из религиозного детства пациентки, несмотря на то, что она является ярой последовательницей идей Геккеля. Ну, Геккель был агностиком. Оба приступа заканчиваются у нашей больной сознанием особой приподнятости настроения. Она чувствует себя как бы обновленной. Достойно упоминания ее заявления, что она испытывает стремление двигаться как ребенок. Это состояние соответствует субъективному переживанию мании. Я считаю это важным, потому что мы знаем, особенно после исследователей Гейльбронта, НРА, что маниакальное состояние встречается очень часто в рамках эпилепсии. Я сам знаю такой случай, в котором гипоманиакальная фаза появилась в конце эпилептического сумеречного состояния, содержание которого имело много общего с сообщенным здесь случаем. Я пришел тогда к выводу, что депрессивная фаза должна быть понята как непосредственное изображение физической гибели и что постепенно нарастающая и вновь исчезающая маниакальная фаза должна рассматриваться как рефлекс биологической реституции. Типичная фантазия о повторном рождении должна рассматриваться как изображение тех сумато биологических изменений, которые связаны с эпилептическим припадком. В фазе реституции у нашей пациентки наступает сознание выздоровления. Она полагает даже, что она избавилась от своей близорукости. Может быть, нередко наступающая у эпилептиков убеждение в том, что они здоровы, имея те же корни. Я отметил, что считаю сообщенное здесь содержание типичным для эпилептического сумеречного состояния. Конечно, это содержание не всегда проявляется в одинаковой форме. В отдельных случаях можно доказать более или менее значительное искажение и обработку материала. За счет этого содержания я отношу также то обстоятельство, что больные часто галлюцинируют в эпилептических психозах о своих родных. Я приведу некоторые маскировки, за которыми скрываются мотивы, о повторном рождении в других случаях. Один из моих пациентов полагал, что он мертв, что у него в половых органах дыра, что у него отсутствует мошонка, затем он находится у всемилостивейшего Бога. Все другие люди существуют в прощающем, сам же он представлял собой будущее. Идея эта дана была опять-таки в конкретных образах. Его окружают отцы еврейской веры. Он упрекает себя в том, что он недостаточно почитал своих родителей. Не он отец своих детей, а его пенис. Вместе с тем он также отец своих братьев. Не следует удивляться тому, что при нарцистической насыщенности, которая отводится половым органам сознания физического расстройства может быть изображено в образе нарушения гениталий. Другой больной жалуется на ощущение слишком сильной сухости в гениталиях. Третий жалуется, что ему хотят повредить гениталии. проекция. Четвертый говорит прямо о кастрации и о возрождении гениталий. По учителям случая Ф.П. Мюллера, который сообщает о фантазиях эпилептика, связанных с повторным рождением и со сперматозоидами. В этом случае пациент утверждал, что он является сперматозоидом, живущим в кишечнике у своего отца. В другом случае собственное повторное рождение изображается в таком виде, что больной рождается в образе мужчины, в образе быка, который производит всех людей и, наконец, весь мир. При этом все время проскальзывает указание на то, что речь идет о собственном рождении. В третьем случае речь идет не о собственной гибели, а о гибели мира. Однако этот эпилептический эквивалент начинается депрессией и попыткой к самоубийству. Затем пациент становится императором, отцом и вновь управляет Австрией. В некоторых случаях фантазия находит себе выражение мысль, что больной сам произвел себя на свет и сам является своим отцом. В одном случае больной обнаруживал враждебные побуждения против отца и был одержим мыслью об отце- отце- убийстве. В этом случае собственная гибель переживается как гибель мира. Впрочем, в содержании этого психоза нет фазы реституции, хотя я и знаю, что все эти рассуждения основаны на относительно неточном исследовании, тем не менее следует все же сказать, что в эпилептическом эквиваленте выступает сильнее то одна часть, то другая часть полной фантазии о гибели мира. Я должен, конечно, признать, что существуют такие случаи, в которых нельзя доказать наличие этого содержания. Я сам отрицал в некоторых случаях даже намеки на такого рода содержание, однако эти случаи редки по сравнению с другими, так что фантазия о повторном рождении может считаться типичной для эпилептического эквивалента. Само собой разумеется, что эпилептический эквивалент не исчерпывается фантазией о повторном рождении. Неоднократно уже было указано на садистический элемент, на агрессивность при эпилептическом эквиваленте. Целый ряд таких указаний мы находим в клинической психиатрии. Особой заслугой Вильгельма Штекеля является указание на садистические побуждения эпилептика вообще и в состоянии эпилептического эквивалента в частности. Вернемся к той фантазии, которую мы встречаем чаще всего при эпилептическом эквиваленте. Само собой разумеется, что эта фантазия, как и фантазии вообще, не специфична. Юнг особенно энергично указывал на идею о повторном рождении. Он причисляет ее к самым древним образованиям. Следует упомянуть, что между этим древним образованием и органическими биологическими изменениями при эпилепсии существует особенно тесная связь. Особенность эпилептического сумеречного состояния не исчерпывается его содержанием. В целом ряде случаев мы встречаем тяжелые расстройства восприятия, напоминающие до некоторой степени амменцию, так как во время эпилептического эквивалента, индивид также стремится в общем к внешнему миру и в большей степени, чем это имеет место при шизофрении. Разумеется, нарушение восприятия внешнего мира не достигает такой степени, как при амменции и переживания, особенно проистекающие из внешнего мира, всегда сохраняет до известной степени свою форму. Во всяком случае, для дифференциального диагноза шизофрении можно отметить, что в последнем случае встречается главным образом видоизмененная целеустремленность, при эпилепсии же затруднения в достижении цели, сравни у Христофеля. В соответствии с этим расстройство восприятия имеет у эпилептика более равномерный характер, у шизофреника же оно носит частичный характер. Точно так же шизофреник отличается большой свободой в отношении к расстройству своего мышления. С аналогической точки зрения мы должны свести это различие к тому, что при эпилептическом эквиваленте, подобно тому, как при аменции, насыщенности лишаются те элементы я-идеала, которые стоят особенно близко к воспринимающему я. Те элементы я-идеала, которые уже отчасти запечатлены в органических формах. Несмотря на эти отличия, эпилептический эквивалент имеет много общего с шизофренией, как в одном, так и в другом случае, имеет место относительно хорошее оформление внутренних переживаний, что является по меньшей мере довольно существенным отличием от основной группы случаев аменции, я уже отмечал, что идея повторного рождения может быть присуща также и шизофренику. Не следует также считать случайностью, что при обоих заболеваниях встречается общая идея о гибели мира и переживания гибели мира. При эпилепсии собственный организм и внешний мир, субъект и объект также сливаются в одно целое. И в данном случае мы тоже имеем дело с расстройством, которое должно быть названо нарцистическим. Необходимость дифференцирования понятия нарцизма более отчетлива, чем это было сделано до сих пор выступает при эпилепсии. Особенно ясно, ибо как иначе можно объяснить, что одновременно с этим погружением в собственный внутренний мир, одновременно с этим смешением субъекта с объектом существует сильное стремление к овладению внешним миром. В картине эпилептического эквивалента преобладает персервирация. Мы все время встречаемся с воспроизведением одних и тех же мыслей. Повторяется одно единственное слово, одна единственная фраза. Мысль выливается постоянно в одинаковую форму. С другой стороны, всплывшая однажды мысль, галлюцинация, сохраняется с величайшей цепкостью. Согласно исследованию Г.Е. Мюллера, персервирация является тенденцией, присущей вообще психическому переживанию. Разумеется, Мюллер имеет в виду быстро исчезающую тенденцию, в то время как в данном случае персервирация длится не только в течение нескольких дней, но может проявляться так же и в том, что второй эпилептический эквивалент, наступающий даже через несколько месяцев, протекает точно в такой же форме, как и первый. Упорство, с каким сохраняется однажды пережитое, сказывается так же в том психологическом феномене, который Христофель метко назвал вставкой. Даже после отвлечения внимания обусловленного большим интересом к внешнему миру, ход мыслей возвращается к первоначальной теме. То, что мы называем тенденцией к персеверации, определяет не только воспроизведение однажды пережитого, но и упорство, с которым сохраняется каждый начатый ход мысли. Таким образом, отсюда вытекает важное отношение к вторичной функции О-Гросса. Наконец-то следует упомянуть о навязчивости воспроизведения. Фройд защищает тот взгляд, что навязчивость воспроизведения является общим феноменом жизни влечений, который особенно свойствен, однако влечением я. Влечение я отличается тенденцией к сохранению прежнего состояния. Если же оно было некогда утрачено, тогда возникает навязчивое стремление вернуть, воссоздать прежнее состояние. Все мертвое существовало прежде, чем живое, и поэтому существует общее стремление живого к смерти, влечения к смерти. Как я уже отметил раньше, мне кажется сомнительным, существует ли влечение к смерти, но глубоко заложенная тенденция к возврату прежних переживаний кажется мне действительно выражением биологической ритмики. А может быть, интересно отметить, что нарушения биологической ритмики, которые мы должны предположить как основу эпилептических припадков, связаны с этими идеями о смерти и повторном рождении. Пусть фройдовская навязчивость воспроизведения стоит ближе к психической жизни, чем тенденция к персеверации при эпилепсии, однако внутреннюю связь этих феноменов вряд ли можно отрицать. Анализ эпилептического эквивалента был бы не полон, если бы не было принято во внимание частота амнезий при эпилептическом эквиваленте. Клиническая психиатрия склона по-видимому рассматривать эту утрату памяти как исчезновение следов воспоминания. Соответственно этому она представляет себе, что все подвергшиеся после эпилептического эквивалента амнезии, что все подвергшиеся после эпилептического эквивалента амнезии не может быть вновь использована сознанием. Против противоположности этому я мог доказать, что после эпилептического эквивалента всегда можно обнаружить следы пережитого, если сохранность переживаний не могла быть доказана с помощью повторного распознавания их, как таковых, или с помощью свободных ассоциаций, то я всегда имел возможность доказать наличие следов воспоминания с помощью метода экономии энергии. Если в состоянии эпилептического эквивалента больной заучивал наизусть стихотворение, которое забывалось после прояснения сознания, то это стихотворение заучивалось при ясном сознании с гораздо большей экономией энергии, чем новое стихотворение, подобно Муральту и Риклину, я также имел возможность устранять с помощью гипноза амнезии, возникшей благодаря эпилептическому эквиваленту. Вследствие этого я предполагаю, что психики сохраняются в неизменном виде также и те переживания, которые имели место при эпилептическом эквиваленте. Тем интереснее отметить торможение, воспоминание и опознание. Чем больше основания мы имеем приравнивать его к торможению памяти после истерических сумеречных состояний и после гипноза. Как явствует из моих собственных исследований, мы встречаем у гипнотизированных совершенно аналогичные отношения в смысле экономии энергии, в смысле опознания. Таким образом, разрешению подлежит вопрос, почему, несмотря на наличие следов воспоминаний, индивид не может вспомнить определенных переживаний. Вопрос мы праве говорить о вытеснении и предположить, что архаические, примитивные, связанные с влечениями переживания во время эквивалента не удовлетворяют больше дневное сознание. К этому присоединяется то обстоятельство, что в состоянии эпилептического эквивалента переживание наступает в более расщепленной форме, так что вследствие этого облегчается вытеснение. Согласно всем нашим рассуждениям, не следует, конечно, отдельно подчеркивать, что формальное нарушение в конечном итоге является лист выражением особой установки влечения. Все попытки объяснения видящие причину эпилептической амнезии лишь в характере амнезированного материала должны считаться крайне несовершенными. Исследованию должны быть подвергнуты особые соотношения вытесняющего фактора. Эпилептик несомненно создает после припадков сверхморальный я-идеал. Однако именно этот я-идеал не хочет ничего знать об аморальных побуждениях. Таким образом, мы и пришли к рассмотрению эпилептика вне его припадков. Медер, психоаналитик из школы Фройда, отмечает сильный аутоэротизм у эпилептиков. В настоящее время мы должны говорить о нарцизме. Эпилептик представляется справедливым, святошей, набожным и очарованным собой. Мы не ошибемся, предположив, что эти особенности являются уже отчасти реактивными образованиями на те характерные черты, которые яснее всего выступают в состоянии эпилептического эквивалента, но которые, безусловно, содержались уже раньше в психике эпилептика. Я имею здесь в виду склонность к жестокости и насильственным действиям, которые особенно подчеркивает также и Вильген Штекель. Мы встречаем также особую любовь к собственному я, особое тщеславие, но наряду с этим прилипчивость и привязчивость, а также отличный душевный рапорт. И мы выйдем в этом параллель к сосуществованию наряду с друг с другом нарциссического расстройства и особенного интереса к внешнему миру, интереса, который мы встречаем в состоянии эпилептического эквивалента. Точно так же и религиозность эпилептика проявляется в состоянии эпилептического эквивалента так же, как и в светлом промежутке. Таким образом, эпилептический эквивалент находится в тесной связи с длительным состоянием эпилептика. Эпилептическое слабоумие так же характеризуется лучше всего персеверацией, прилипчивостью, привязанностью, невозможностью освободиться от определенного впечатления. Наряду с этим выступают нарциссические установки, аутоэротизм, хотя мы не имеем еще более подробных анализов, однако здесь должно быть подчеркнуто сосуществование нарциссических установок и прочной фиксации на внешнем мире. Тенденция к внешнему миру выступает в большинстве случаев эпилептического слабоумия еще резче, так что формальные особенности эпилептического эквивалента встречаются при эпилептическом слабоумии частью в ослабленной, частью в усиленной степени. Разумеется, здесь необходимы будут еще дальнейшие исследования, так как наряду с медленностью и тугоподвижностью мышления встречаются, по крайней мере, в некоторых случаях, выпадения, которые стоят близко к выпадениям при прогрессивном параличе помешанных или при органических мозговых расстройствах вообще. Такое предположение становится вероятным уже вследствие того, что при эпилепсии можно доказать расстройство речи, приближающиеся, по крайней мере, к расстройствам речи при афазии. Конечно, наряду с афатическими расстройствами в более тесном смысле встречаются такие, при которых слово ускользает аналогично восприятию от понимания, несмотря на напряженные усилия. Это относится как к пониманию слова, так и к образованию слова. Вернемся назад к проблеме эпилептической личности, энергичное создание и воссоздание я-идеала, который продолжает оставаться обращенным к социальной жизни, связанной очевидно теснейшим образом с тенденциями к овладению внешним миром. Этот я-идеал усиливается соответственно нарцизму. Таким образом, именно эта вышеописанная раздвоенность между нарцизмом и направленностью на внешний мир придает я-идеалу структуру и энергию, которая способна к обширным вытеснениям. Необходимо рассмотреть, конечно, с этой точки зрения и другие амнезии. Отсутствует ли амнезия у кататоника вследствие того, что я-идеал высших ступеней лишён насыщенности вопрос. Вероятно, это так. При амменциях мы видим, что лишь после некоторого усиления позиции я-идеала последнее допускает возможность воспоминания содержания бреда. Хотя, с этой точки зрения мы можем понять многое в эпилептическом характере и в эпилептическом эквиваленте, однако вопрос о генезисе эпилепсии отнюдь не выясняется выше приведенными рассуждениями. Мы решительно стоим на той точке зрения, что каждое органическое заболевание мозга, вызывающее изменение психической жизни, должно быть формулировано также и с психологической точки зрения. Однако, уже при обсуждении шизофрении нам стало ясно, что заболевание шизофрении вследствие актуального переживания отнюдь не означает, что шизофрения обусловлена этим провоцирующим моментом. К этому переживанию должны присоединиться еще фиксационные пункты, которых следует искать весьма примитивных психологических соотношений, будучи близки по своей природе органическим элементам, эти фиксационные пункты могут быть формулированы с психологической точки зрения, однако, мы лишены возможности указать на определенные переживания, которые соответствуют фиксации на этой ступени. При эпилепсии мы также должны поставить себе вопрос, можно ли говорить об определенных фиксационных переживаниях, в скобочках, респективе об определенных переживаниях, свидетельствующих о фиксации. С этой точки зрения следует прежде всего оценить значение фантазии о повторном рождении. Ранг, это психоаналитик тоже фройдовской школы, указал в последнее время назначение травмы рождения, является ли фантазией о повторном рождении, свидетельством того, что инвалид вновь переживает свое собственное рождение, что здесь имел место, прорыв вытесненного вопрос, доказательств, говорящих в пользу этого, привести нельзя. Каждая опасность и каждое избавление от опасности может быть представлено в образе повторного рождения без того, чтобы индивид действительно вспоминал то и сызного, переживал свое рождение. Разумеется, согласно аналитическим основоположениям этому сравнению всегда следует придавать некоторое значение. мы не можем сразу же отвергнуть предположение, что компонент этой фантазии дан в реальном воспроизведении ситуации рождения. Конечно, особый характер эпилептической фиксации не может быть объяснен таким предположением даже, если мы решимся сделать это ни к чему не обязывающее предположение, как уже было упомянуто, Нюнберг тоже пытается понять кататонический приступ как воспроизведение ситуации рождения. Таким образом, мы должны искать еще других моментов. Кларк говорит вообще о воспроизведении инфантильного бессознательного содержания, объект свет реальности в детстве вплоть даже до внутриутробного существования метроэротизм. Он проводит аналогии между эпилептическими припадками и движениями грудных детей. По Штекелю речь идет всегда о бегстве из реальной жизни или об изживании импульса. Эпилептик бежит из невыносимой ситуации в аффективную вспышку или в уморочное состояние. Он переживает события, относящиеся к последнему времени или травму ранней юности. Либо же припадок повторяет сцену рождения, либо ведет назад в эмприональную жизнь, либо же эпилептик переживает свою собственную смерть, он совершает запрещенный сексуальный акт, или же совершает припадки преступления. Каждый аналитик знает, что все эти переживания и установки могут наступать без того, чтобы последовал эпилептический припадок. Следовательно, должен существовать какой-то особый момент, приводящий именно к припадку. Несмотря на множество вариантов, эпилепсия группируется вокруг тех припадков, которые могут быть вызваны раздражением моторной области мозговой коры. При эпилепсии должен существовать специфический фиксационный пункт, частота, с которой наступает в состоянии эпилептического эквивалента фантазии о повторном рождении, дает во всяком случае указание на этот фиксационный пункт, хотя проблема этим и не разрешается. Дальнейшее указание дано в резком выявлении садистических и агрессивных побуждений, однако несомненно, что проблема не исчерпывается также и этим указанием. Регрессия должна быть еще более значительной, она должна вести к тем органически оформленным слоям, которые в настоящее время недоступны еще психологическому анализу. Можно попытаться подойти к этой проблеме еще и с другой стороны. Лишь последнее время наблюдение над новорожденным показало, что при рождении индивиду в действительности наносится очень тяжелая травма. С вами статью Штерна и Шварца и подробную работу Шварца. При рождении деформируется не только череп, но и мозг. Он подвергается более или менее тяжелым органическим изменениям, кровотечения и сдавливания. Можно было бы думать о том, что с точки зрения чисто соматического рассмотрения этим определяется генезис эпилепсии. И действительно нельзя отрицать, что такие изменения могут обусловить эпилепсию. Однако, на основании данных, которые могут быть найдены в любом учебнике неврологии и психиатрии, исключается предположение, что все или же в крайнем случае большая часть эпилептических заболеваний сводится к этим причинам. Таким образом, фиксационный пункт, сводящийся к травме рождения, не может рассматриваться как решающий момент. Следует безусловно признать, что актуальные поводы к эпилепсии и к эпилептическому припадку могут быть весьма разнообразны. Однако, необходимо поставить вопрос, имеет ли актуальный повод, который Штекель предполагает при самой эпилепсии и при отдельном эпилептическом припадке то же самое значение, как, например, при истерии вопрос, и не становится ли повод многозначительным лишь благодаря внутренним моментам, которые, в свою очередь, обусловлены этим неисследованным физическим ритмом, а именно эпилепсией. Заслуга Штекеля заключается в том, что он начал исследование этого вопроса, которое должно быть продолжено с теоретической и практической точки зрения. для этого будущего исследования важны будут следующие пункты вопросы о психогенезе эпилепсии и о психогенезе отдельного припадка должны рассматриваться обособленно друг от друга. Следует строго отличать актуальный повод от фиксационного пункта. смысл отдельного припадка может объясняться переживаниями, лежащими в различных слоях психической жизни. Однако он не будет объяснен полностью, пока не станет ясным, почему это побуждение находит свой разряд именно в эпилептическом припадке. Психология припадка и психология эпилептического сумеречного состояния не могут быть полностью приравнены друг к другу. Эпилептоидные гневные вспышки у психопатов отнюдь не приводят к эпилептическому припадке. Почему? Хотя мы должны предположить, что сумеречное состояние отражает психологию эпилептического припадка, однако психология сумеречного состояния не совпадает с психологией припадка. Из этого видно, что в данном случае необходима особая точность методики. Эпилепсия органически обусловленная болезнь. Излечима ли она с помощью психоанализа вопрос? Штекель отвечает на этот вопрос утвердительно. Мы должны выжидать дальнейших результатов. у нас нет никаких оснований считать, что органические заболевания не могут быть излечены с помощью психического лечения. Вопрос о том, насколько физическое оказывается пластическим в отношении к психическим влияниям является в конце концов вопросом эмпирики. Разумеется, что отдельные симптомы, отдельные проявления эпилепсии нуждаются в особом рассмотрении припадки в форме петитмаль нуждаются, конечно, в особом объяснении, равно как и состояние эпилептический фуг, который штерки толкует как возврат примитивных механизмов бегства, относящихся к более ранней ступени развития влечения конечно, доказатель в пользу этого привести невозможно. Я привожу еще один краткий пример агрессивных тенденций у эпилептиков. Анна Р. Три месяца тому назад после гриппа начала страдать эпилептическими припадками, которые по временам учащаются. Припадки дают знать о себе болями, начинающимися с желудка. Она не может говорить. К моменту начала припадка она лечилась у гинеколога по поводу боли. Начиная с этого времени, убывают тяжелые сновидения, как будто кто-то нападает на нее и убивает ее. Во сне она видит свою покойную мать, которая хочет ее забрать с собой. По временам у нее возникает импульсивное желание выколоть глаза своим детям. Однажды она захотела выпрыгнуть из окна. После серии припадков у нее осталось такое впечатление, как будто муж душил ее и бил. За несколько дней до исследования в голове у нее шумело и было такое чувство, что ее муж пришел для того, чтобы задушить ее. Ну, вот такая вот смесь ерунды с клиникой. Конечно, здесь имеется и клинический, вот это описание это клиническое, а вот трактовка это, конечно, ни в какие ворота не входит, ни в какие. Ну, что, довольно интересная глава, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю ее чтение и прощаюсь с вами. До следующего раза. Спасибо и до свидания.